Музыка Хочу поприветствовать вас всех на втором республиканском съезде обманутых дольщиков. Сегодня уже практически прошел целый год с того момента, как мы работаем. И, к сожалению, как мы видим, пока органы власти лишь создают видимость каких-то действий. В Уфе прошел второй съезд обманутых дольщиков республики Башкортостан. Прошел он в Доме актеров. В отличие от первого съезда, который мы более года назад освещали, он был в Азимут-отеле. Этот съезд был более многочисленным. Там большее количество объектов было представлено, я имею в виду объектов долевого строительства. 26, по-моему, объектов долевого строительства были представлены. Съезд, конечно, прошел, но вот почему и зачем он был, я так до конца не понял. Честно говоря, не только у меня, но и у меня тоже складывалось ощущение, что это некая канализация процессов, я имею в виду выпускание паров свисток. Вот и давайте сегодня, прям конкретный день, определим и все вместе выйдем на митинг. Рассказать нам, не хотят приказать, да. А что мы себе друг другу здесь рассказываем, смысл, мы дальше это знаем. Можно прям конкретный день выбрать и прям эти кризисы. Уважаемые коллеги, предложение очень хорошее, и можно это в качестве резолюции также отразить. То есть итогом нашей сегодняшней работы будет, во-первых, мы делимся своими ситуациями, это уже хорошо. Вы слышите, что у кого-то решение на выходе, у кого-то нет еще никакого решения, у кого-то даже входа еще нет. Поэтому мы не сами себе рассказываем, мы на данный момент проводим мероприятие, целью которого будет как раз-таки обращение всех нас в правительство. Люди собрались, поговорили и разошлись, какой-то терапевтический эффект получили. Есть такое ощущение, есть такое подозрение, потому что никого из органов госвласти не было. Кто-то был от города, но мы так и не увидели, кто там присутствовал из этих чиновников, ни от госстроя, ни от министерства, ни от господина Абдрахимова, ни от, тем более уж от Хабирова там никого не было. Пришли только, по всей видимости, из администрации городского округа в город Туфа. Приглашали также администрацию города Стрелитамака, города Салавата, Иглино, Крамоскалинский район. Естественно, самое первое приглашение мы отправили Хабирову, его администрации в правительство, в госкомитет по строительству, в прокуратуру, в МВД. Однако, как вы видите, их намерение решать проблемы и выходить на какое-то взаимодействие с гражданами, оно отсутствует. Резолюция, которую принял съезд, прямо скажем, не отличается какой-то оригинальностью, конструктивностью или жесткостью. Требуем обратить внимание и так далее, и так далее. Вообще, конечно, ситуация с обманутыми дольщиками в Башкирии и Уфе, она огромная проблема. Гигантское количество людей в нее вовлечено, значительно больше, чем декларируется властями на самом деле, потому что очень большое количество людей, пострадавших от недобросовестного строительства, не включены в реестр обманутых дольщиков, не считаются таковыми, но по факту таковыми являются. И это вовсе не 2 и не 3 тысячи человек, это, на мой взгляд, около 10 тысяч человек, и члены их семей, это в целом, конечно, существенное количество людей даже для цифр населения республики Башкортостан. Пути решения проблемы, на самом деле, универсальных не существует, потому что в каждой отдельной ситуации вот эти объекты и вот эти вот проблемы, они отличаются друг от друга, зачастую отличаются существенно. В том смысле, что где-то это долевое строительство, где-то это договора инвестирования. Во многих объектах есть вот эта ужасная программа «Жилье для российской семьи», которая, как выразилась одна из выступающих на съезде на этом, это очевидная мошенническая схема российского масштаба. Программа «Жилье для российской семьи» являлась масштабной мошеннической деятельностью нашего правительства, куда были втянуты все государственные структуры от муниципального до федерального уровня. Я напомню, что вот эта программа «Жилье для российской семьи» – это была такая программа, по которой администрации районов отбирали тех, кто может участвовать в этом долевом строительстве по определенным признакам. Многодетность, молодая семья, необеспеченность жильем, небольшие доходы и так далее. То есть именно этих людей государство вовлекло в это долевое строительство, а теперь они оказались обманутыми дольщиками. Это касается Миловского парка, это касается Новобулгакова и многих других объектов. Кроме того, из тех разговоров, которые у меня были на этом съезде с дольщиками, я делаю вывод, что правоохранительные органы, судя по всему, намеренно блокируют, саботируют те уголовные дела, которые возбуждены в отношении недобросовестных застройщиков. Хочу также отметить наше уголовное дело. Его возбуждение мы добивались почти год, а наконец добились, но расследовать его никто не торопится. Так есть предположение, что расследуют его весьма поверхностно. Даже если привлекут кого-то из руководителей стройвертикаль, есть большие сомнения, что они понесут реальные сроки. Мы считаем, что когда у нас в России для мошенников, которые воруют в особо крупных размерах, примут закон о пожизненном заключении, а также конфискации имущества у них и у их родственников, тогда обманутые дольщики исчезнут. Вот конкретный пример. По цветам Башкирии, господин Абызов и вот весь этот жилищный комплекс цветы Башкирии, сейчас находящийся в банкротном состоянии, там есть уголовное дело, по которому уже определено, что существуют двойные, тройные и даже четверные продажи одной и той же квартиры. Что еще нужно следствию для того, чтобы выдвинуть обвинение? Что еще нужно следствию для того, чтобы господина Абызова начать судить и все-таки попытаться извлечь из него те похищенные средства, которые были на этом объекте? Я не знаю. То есть я делаю вывод о том, что силовые структуры намеренно затягивают, забалтывают и саботируют эти уголовные дела. Делают они это за деньги или делают они это бесплатно? Я не знаю, я не буду утверждать, но это факт. Это касается Цветов Башкирии, это касается господина Комлева, Миловский парк, это касается практически всех конкретных застройщиков, которые очевидно похитили деньги дольщиков. В общем, проблема обманутых дольщиков, конечно, никуда не делась с уходом Хамитова, она более того будет развиваться. Очевидно, что господин Абдрахимов и команда, команда, которая сейчас в Белом доме этим занимается, оказалась не совсем готова к масштабу этой проблемы. Госстрой пока бездействует и ничего нового не делает. Структуры, которые бы занимались в рамках правительственной конструкции, именно отдельной структуры, которая занималась бы обманутыми дольщиками, не существует. Этот единый оператор, это вообще ни о чем непонятная вещь, которую не понимает никто, чем занимается этот единый оператор по долевому строительству. В общем, правительству нужно сейчас браться за голову, нужно найти людей, которые бы взаимодействовали с дольщиками, с застройщиками, которые дали бы аналитику по этой ситуации, и которые бы предлагали те решения, которые, в принципе, хотя бы возможны по этим объектам. Наша с вами сейчас самая главная задача – добиться того, чтобы на республиканском или федеральном уровне был принят механизм, по которому, во-первых, любой человек, который кинул дольщиков, должен сидеть в тюрьме с конфискацией имущества. Во-вторых, любой объект, который был кинут, должен государством достраиваться. Нет, не существует универсального решения для всех объектов. Нужно разбираться с каждым отдельно, долго, методично и последовательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова